Я хочу, чтобы их вообще здесь не было. Они должны защищать нашу страну. Они должны защищать меня. Они должны защищать всех мирно собравшихся здесь людей. А вы кого защищаете? Вы от кого вы сейчас стоите и что вы защищаете? Вы что защищаете? Вот я хотела бы спросить, что они защищают? Вы что сейчас защищаете? Молчание в ответ. Молчание. Стоят под ручки. Зачем они здесь нужны? Зачем? Зачем в моем родном городе они здесь нужны? Они должны заниматься делом. Зачем они на солнце, полной амуниции? Посмотрите, какие красивые парни. Куда мы расходуем? А их расходуют как материал. Безобразие. Полное безобразие. Я и мальчиков люблю, чтобы они, несомненно, делом занимались. Но сейчас они просто занимаются преступлением. Потому что не дают нам здесь жить спокойно и свободно. Мы здесь ничего не делаем. Мы мирные люди. У нас нет ни дубинок, даже бутылок и стаканчиков даже нет. Стаканчиков нет. Бумажных. И пластиков. Ни пластиков, ни бумажных. Вообще без оружия. А посмотрите, как схватились. И смотрят. Пазут. Потом произошло странное, Ксения. Буквально через 5 минут 10 после этого вдруг вся эта цепочка росгвардейцев построилась шеренгой, быстро побежала. Мы, конечно, побежали за ними. Мы думали, что они двигаются в сторону мэрии. Тверской 13 вниз по Тверской улице. Но нет. Они зашли за угол, выстроились в колонну, сели в автобус. Он завел двигатель. И они собираются уезжать. А цепь, которая была окражена, Пушкинская площадь, исчезла. И теперь там открыт свободный проход на Манежную площадь. Объяснить я это не могу. Поэтому просто рассказываю тебе, что происходит. А мы вернемся на Тверскую улицу. Продолжение следует.